С первых минут нижегородские футболисты чувствовали ответственность и осторожно подбирались к воротам соперника. Первый опасный момент произошел после подачи стандарта от Анатолия Нежелева. Защитник Александр Филин пробил головой с трех метров, но мяч отскочил от газона выше ворот. Гости ответили на это мощным ударом Каратаева из-за пределов штрафной, но 18-летний вратарь Олимпийца Николай Сысуев справился. Соперники продолжали обмениваться выпадами, пока зрители запускали по трибунам ставшую уже традиционной волну. Матч уже близился к завершению и логично, что многие стали покидать стадион, а тех, кто остался, Олимпийца отблагодарил сполна. Уже в добавленное время нижегородцы провели несколько опасных фланговых атак и самое последнее увенчалось успехом. Даниил Фомин со стандарта подал на дальнюю, где после скидки от Игоря Белякова ногу подставил Юрий Морозов. Этот гол стал первым для нижегородских футболистов в истории стадиона «Нижний Новгород». Забили в конце, это, наверное, вдвойне. Супер эмоции. Я просто не знаю, до сих пор не могу поверить, что забил в конце и принес победу. После того, как забил, конечно, все взорвались. Эмоции были запредельные. Болельщики, еще раз повторяюсь, большое, огромное спасибо им. Больше 50% – это их тоже заслуга. Эта победа прервала девятиматчевую безвыигрышную серию «Олимпийца». Огромное спасибо ребятам, что они сегодня выполнили полностью установку. Да, мы решили, в отличие от первой игры с «Зенитом», играть не так открыто. Может быть, не такая была зрелищная игра, но нам сегодня было очень важно именно победить. Три очка – чем? Красивая игра. До конца сезона нижегородцам осталось сыграть три матча – два на выезде и один дома. Третий и последний тестовый матч на новом стадионе пройдет 6 мая. В гости приедет еще одна команда «Зоны вылета» – «Лученергия» из Ладикавказа. Скорее всего, эта игра установит еще один новый исторический рекорд посещаемости. Билеты уже в продаже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова